Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Мне 32 года. А сразу по тому, что вы начинаете с возраста, нужно предположить кризис середины жизни. Это кризис, который свойственен всем людям, но каждый человек проходит его по-разному. Вот в вашем случае, с учетом того, что вы напишите далее, возможно, он несколько утяжелился, да? Итак, какое значение для вас имеет ваш возраст? Ведь наши львы именно с него. Два года назад я съехал от матери и стал жить отдельно в другом городе, потому что мать постоянно меня контролировала и унижала. Из этого прямо вытекает, что если бы мать не унижала и не контролировала, то вы бы не съехали от нее и не стали бы жить отдельно в другом городе. Даже если это не так, то есть даже если это неправда выглядит, это именно так. Далее. Как вы думаете, вот... то у вас, грубо говоря, ну вот, вот те основания у вас, скажем так, которые приводили к тому, что мама могла вас контролировать и унижать. Они, как вы думаете, ушли после после того, как вы переехали. То есть они исчезли, как вот вы сами думаете, потому что есть такое ощущение, что вы просто сбежали. Нет. Понятно, что взрослые дети должны жить отдельно от родителей. это ну понятно, это само собой разумеющееся. Но знаете, в чем штука? Как мне кажется, штука в том, что это справедливо, только если вы как-то ну, как-то сами хотите отдельно жить. И не справедливо, когда вы идете не к чему-то, ну, не к чему-то, а от чего-то. Понимаете? То есть когда я что-то делаю не потому, что хочу этого, а потому, что что-то извне как бы меня ну, может быть, заставляет, заставляет, приносядают к тому, чтобы я вот что-то сделал. Понимаете, да? какая штука, какая штука здесь. Поэтому вот как-то хочется спросить, а вот у вас что? именно у вас какая вот тенденция? вы-то сами к или от переезжали, грубо говоря. Это было бы на мой взгляд весна интересно поисследоваться. Дальше. Мать постоянно контролировала и унижала. А как? Как вы на это реагировали? У меня есть любимый человек, мы встречаемся около трех лет. Что между вами общего? Что вас объединяет? Что вас связывает? каков фундамент, на котором вы выстраиваете собственно отношения свои? Я его очень люблю. А как это проявляется? Что вы вкладываете в люблю? Но заметилось, что он стал вести себя со мной по-другому. Грубить, обманывать, потом извиняться. С какого момента это началось? И как вы на это реагировали? И реагируете? Он говорит комплименты другим девушкам. И что? Это неприемлемо для вас? Или задевает вас? Раньше такого не было. Опять же, что изменилось? В основном эти отношения делали меня счастливой и помогали мне забыть о жизненных неудачах. Ну, несколько это звучит странно, учитывая то, что далее вы пишете, что и музыка делала вас счастливой. Тоже. То есть, как-то вот несколько неясно здесь. Но вам не кажется странным, что вот вы пишете, в основном эти отношения делали меня счастливой и помогали забыть о жизненных неудачах. То есть, как будто бы не вы приносили счастье другому человеку, и даже не он приносил вам счастье, а отношения приносили счастье. То есть, есть ощущение, что отношения для вас это как некая упора, некая упора, которую вы используете для того, чтобы компенсировать в себе дефицит чего-то. Но плюс еще то, что вы как будто бы воспринимаете только отношения, но не видите в себе личность и личность в вашем молодом человеке. Я всегда мечтал о творческой профессии, например, пианистке или петь в хоре ансамбле. Смотрите, я скажу вам такую вещь, что мечтать о творческой профессии, да, и заниматься творчеством, например, ну, вообще говоря, не одно и то же. То есть одно дело, если вы чувствуете в себе необходимость и желание, значит, допустим, заниматься чем-то. То есть вот, ну, что-то до людей допустим, донести, к примеру. Одно дело, если вы чувствуете это и другое дело, если вы не читаете о творческой профессии, вот, это большая разница. здесь есть ощущение, что когда-то вы грубо говоря, пришли к такому решению, вот, вы пришли к такому решению однажды, что вот только творческая профессия поможет мне стать той, какой я, допустим, ну, к примеру, хочу себя видеть. вот, и так это выглядит, так это выглядит, то есть я понимаю, что может быть, я понимаю, что может быть, это не совсем так, я понимаю, что может быть, я ошибаюсь, но просто вот, задача себе этот вопрос. Пожалуйста. Дальше. Всю жизнь занималась музыкой, но в нашем городе не было вызов лодчика на оправленные. Вот, ам, понимаю вас. То есть, я мог бы здесь высказать предположение о том, что у вас есть страх неудачи, но дальше вы пишете более интересную историю. Я поступил учиться на юриста в родном городе платно, еле сводил концы с концами, поняла, что это не мое и продолжила дальше заниматься музыкой, везде выступать. Зачем поступали на юриста? это приносило мне счастье, тогда я решил сделать это своей профессией, чтобы всегда был официальный заработок. Звучит вроде бы логично, но вы знаете, вот ощущение, что чего-то упускаю, я как будто бы, как будто бы меня не покидают. Вы говорите, это приносило мне счастье. Вот опять же, опять же, здесь момент. то есть, вы не свои чувства выражали, например, в музыке, да, через музыку, а вам приносило удовольствие, что вы занимаетесь музыкой, вам это приносило счастье. Вроде бы, нормально, вроде бы, имеет место быть, но давайте посмотрим, что вы пишете дальше. тогда я и решила, говорите вы, сделать это своей профессией, чтобы всегда был официальный заработок. Хотелось бы как-то связь, наверное, раскрыть между этим и предыдущим моментами. уехала в Москву, поступила в творческий вуз. А почему вы не сделали этого раньше? Вы как будто бы какое-то разрешение внутреннее здесь получили. снимала квартиру, сама оплачивала свое обучение, но спустя пять с половиной лет на последнем курсе меня отчислили из вуза по причине того, что я недостаточно талантлива и поэтому не готова к госэкзаменам. Дам определенные требования к концертной программе. Как вам и сказала моя коллега Марина Голикова, это странная причина. Незаконная вообще-то говоря, причина. Как-то вот не кажется ли вам, что для человека, который вроде хочет заниматься музыкой и музыка это то, что приносит ему счастье, как-то вы довольно легко отказались, точнее согласились с этой причиной отказа. Тем более, что вы вроде как юрист. И наверное знаете хотя бы примерно законность и незаконность оснований. Это странно. Начались проблемы с здоровьем, много гранических заболеваний, которые стали часто обострять. Ну понятно, психосоматика, психосоматика, да, вопрос только в том, на что. Дело в том, что вот такая психосоматика, она направлена на привлечение внимания, на то, чтобы внимания других было на вас адресовано. Как будто бы вам не хватает внимания. Сейчас понимаю, что у меня есть нелюбимая работа, нет диплома, которым я сейчас шла 6 лет и всегда об этом мечтала. Есть любимый человек, который принимает меня как данность, не пытаясь порадовать. Что ж, давайте посмотрим. У вас есть нелюбимая работа. Как получилось-то, что вы оказались на нелюбимой работе? Окей, работа может быть нелюбимой, но цель, ради которой вы занимаетесь нелюбимой работой, она же, наверное, для вас имеет значение. нелюбимая работа. Так что, хотя бы этот момент, не трогая момент с тем, что вы можете зарабатывать музыкой как бы неофициально, да? Ну, желательно бы прояснить. Нет диплома, к которому я шла шесть лет. Вот здесь как будто бы важно именно получить диплом, доказать, что там. Так, всегда об этом мечтала. О чем? Вы говорили, что мечтали о том, чтобы заниматься музыкой. Музыкой вы заниматься можете. здесь как-то незаметно вклинивается диплом, о котором вы тоже всегда мечтали. Что значит всегда? Вы сказали, что начали думать о нем, о дипломе, только когда решили сделать музыку своей профессией. Но это не всегда. Так, дальше. Любимый человек, который принимает меня как данный, не пытается порадоваться. То есть вы ждете от своего мужчины, что он будет вас радовать и не будет, судя по всему, принимать вас как данный. Хорошо. Но что делаете вы для того, чтобы так было? Ну вот, буквально, конкретно, что для этого делаете вы, чтобы он не воспринимал вас как данный. И делаете ли вы для этого что-то? Вот вы говорите, что значит, ну, хотели бы, да, чтобы он вас радовал. Окей, а если он вас не радует, как вам тогда жить? здесь понимаете, в чем проблема? Здесь проблема в том, что складывается такое впечатление, что вы как бы делаете ну, обязательным условием то, что молодой человек вас радует. но он может, он может не хотеть вас радовать, он может не желать вас радовать, его может там, не знаю, не быть настроение вас радовать, и так далее. То есть этот момент вы опять же как будто бы из вида упускаете, предполагая, что должно быть так, как решили вы, и не иначе. При этом я отдельно хочу сказать, что есть у меня такое чувство, как будто бы у вас занижена сана оценка здесь. То есть вот, если человек воспринимает вас как дарность, то разве это происходит не потому, что вы себя сами по сути так ну так так позиционируете, что вы данность, что вы, например, никуда не денетесь, что вы никуда не уйдете, что ему можно там не бояться вас потерять. При этом говоря о том, что молодой человек как-то может бояться вас потерять, речь не идет о том, чтобы вы там, не знаю, демонстрировали ему, как вы флиртуете с другими мужчинами, нет. Речь идет хотя бы просто о том, вот, ну, просто о том, чтобы вы как-то показывали свою, ну, не знаю, свою, например, самостоятельность. вот, а вы ее как-будто бы не показываете. Вот. И вот этот момент как ничто другое может обесценивать вас в глазах вашего партнера. Дальше. Из-за съемок квартиры не могу позволить себе каких-то удовольствий, вроде концерта, кино или бассейна. Работаю дома онлайн, все друзья разъехались после окончания вызова, так же я почти ни с кем не общаюсь, только с любимым человеком. Опять же, не могу избавиться от ощущения, что любимого человека вы здесь воспринимаете как то, что вам очень-очень надо, без чего вы не можете обойтись. И в целом здесь чувствуется такое вот некоторое депрессивное состояние у вас. На мой взгляд. Я перестал радоваться мелочам вкусной еды, а когда это началось, приходит заставлять себя поесть, потому что ничего не хочется. тут вам надо к врачу обратиться, возможно, у вас депрессия. Была счастлива, пока училась, потому что была постоянно занята музыкальной деятельностью, и была счастлива быть в этих отношениях. Вот опять же, такое ощущение, что вы счастливы только в слиянии, а вот себя-то саму наедине с собой, вы как-то не имеете опыта находиться. Как будто бы внутри вас идет отторжение, себя вы не принимаете. Так, с каждым месяцем они разваливаются все больше, по словам любимого человека, это потому, что я его ревную и ограничиваю его свободу, а вы сами как считаете, ну вы сами как относитесь к гребности, к ограничению свободы? Я не знаю, как мне жить дальше, если я по жизни занимаюсь ничем, чем всегда хотел. Ну, смотрите, как можно реализовать то, что хотели. Тут же идея, то в чем, вы можете заниматься, просто вопрос в том, что вы не просто хотите, вы требуете от себя получить диплом, вы требуете от себя официального заработка и так далее. Дальше, родственники говорят обычно завести семью, но я этого не хочу, всегда не хотела и боялась, так как в нашей семье у родителей были плохие отношения, мама меня всегда настраивала против мужчин. Так, ничего, что вы как бы уже живете с мужчиной, это первое. Второе, а вы не хотите это поменять? Ну, как бы, мама настраивала, да, а вы-то с нами поменять этого не хотите, при чем здесь мама? У мамы свой опыт, а у вас свой. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго, удачи!